Нью-Йорк, Пен-Стейн Конечно, нужна лицензия пилота и так далее Само шоу делится на три части На первом этаже в основном седаны Внизу кроссоверы, внедорожники и пикапы И еще есть отдельный зал для GM Где они выставляют всю свою продукцию В 1983 Тойота Кэмри Это оригинальный Кэмри Это где все началось И после того, как мы его реинвестировали и решили Давайте узнать, как ты чувствуешь? Что ты сделаешь с тобой? Ну, первое, что попалось на глаза Это вот эта вот новая Тойота Кэмри Для всех этих экстремных требований Дай мне руку Вот, ребята И, на втором этаже Мы получим то же самое Моше, ты готов? Никаких новых моделей Тойоты я вокруг не заметил Вот, например, RAV4 Совершенно не изменился BMW привезли сюда Какие-то прототипы Электрических автомобилей Ну и выставили вот здесь их В сине-голубом цвете У Mercedes я особо ничего нового не заметил Вот эти все машинки Они были и в прошлом году А единственное, что было новое Это Этот GL450 Который я успел заснять Ну так, немного Совсем мельком Вот он беленький А это внутри Акуры Акуры ZDX Страноватая машинка Но интересно Вообще все Акуры были черного цвета Почему-то На этой выставке Кроме концептов Вот как вот этот RLX И еще ILX Ну и конечно же Акура NSX Они не могли Не привезти ее сюда Хотя это Не дебют Нью-Йорк Нью-Йорк Плагим гибриды То есть Полузаряжаемые И Работающие Так же и от бензина Но еще и от розетки Можно заряжать Ну а это так Выставили Видимо для прикола Ну все смотрят Фотографируются Интересная Какая-то такая Праворульная модель Я даже не понял Кто ее сделал Но выглядит красиво Ауди ничего нового в Нью-Йорке не представила Никаких дебютов не было Так машины которые уже были показаны Либо на прошлых Автошоу Либо где-то еще В этом году Но ничего нового здесь не было Вот Вольсваген Тигуан Порадовал Большим местом Но таким Хорошим местом Внутри Объемом А снаружи он кажется таким Компактным Вольсваген Пассад С каждым годом становится Все лучше и лучше А вот Жук Вольсваген Жук На него Но В этом году уже можно было посмотреть ближе Можно было Сесть Посидеть внутри Пощупать все Ознакомиться В прошлом году Машина была закрыта И Увидеть ничего было нельзя Сайен Выставил тут Свои IQ Здесь он продается Под именем Сайен Во всем остальном мире Это Тойота Как и есть Тойота У Мазды У Мазды Что-то я особо Ничего нового не увидел Хотя Видимо я пропустил Потому что Мазда 6 была представлена Ну и конечно Моя любимая машина Хонда CR-V Я видел ее Уже давно Она начала Продаваться еще в декабре Но внутри Посидеть не удавалось Специально К дилеру ходить не хотелось Потому что они там Пристают Ну и вот посмотрел Внутри картинки Я видел Вот так посидел Ощутил Ну В принципе Неплохо сделали Я бы даже сказал Да Хорошо сделали Вот снаружи Какая-то немножко Странноватая машина Особенно сзади А вот внутри Сделали Довольно неплохо И Хорошее ощущение Комфортно В принципе Не хуже чем было Может даже И чуть-чуть лучше Ну нормально А вот движок Я не вижу разницы вообще Ну во всяком случае С Снаружи Вот только Воздухозаборник Немножко Поменял угол Расположения А так осталось все то же самое Ну а насчет Странного внешнего вида Я думаю машина Должна просто Притереться в глазах Сзади вот Колесо запасное Вот новое Новая штучка Что можно теперь Раз вот так Да нажал Ручку И задние сидения Уже сами там Пружинами сложились То есть Третьего поколения CR-V Их надо складывать Тоже вручную Не только Раскладывать Обратно Ну здесь обратно Тоже их надо Раскладывать Но зато складывается Вот так вот Одним движением Ручки Ну что тоже приятно Также в этом году Хонда привезла сюда Сюда Свой Обновленный Кросс-Тур Но Честно говоря Ничего там особо не изменилось Кроме Передних И задних Фонарей Ну и решетки Спереди Остальное Все то же самое Поэтому Честно говоря Смотреть там нечего Форды Тоже ничем особо новым Не порадовали И Фокус И Фиеста Все это было И в прошлом году Такого особо нового Ничего Не заметил Форд Джагвард Ты не знал Форд 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 Я не мог бы ответить Вопросы Если я мог бы Ревернуть Два минуты Я никогда не попросил Привет, Баба Да, да Все хорошо Спасибо за что Посидел в последнем Форд Эксплорер Он тоже не новый Прошлогодний Но интересно было Посидеть Тоже посмотреть А вот Хундай Представила новую Санта-Фе 2013 года Форд 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 Дизайн Как одно ola Много Сокровер Форд 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 Далее шли и Доджи, и они представили какую-то машину, о которой я, честно говоря, в модели-то я никогда не слышал. Называется ДАРТ. ДАРТ has been engineered for you. It's both longer and wider than its Europe and sibling, and its ride and handling has been specifically tuned for our roads. The Lamps and tail lamps are designed around projector lamps and LEDs for a more compressed, sleek and wider-looking graphic shape. The hood is accented by a W-shaped cross-car section that visually fuses the top of the fenders with the base of the A-pillars. And this is a new grille that will debut on the 2013 DART, and it will be available in four different finishes, depending upon the model that you choose. And there are five different trim levels available. The DART is the first Dodge vehicle that employs an active grille shutter system, and that is going to reduce the drag on this vehicle by roughly 3-5%, compared to a car that doesn't have that technology. And that is just one great example of the mix between beauty and functionality that you're going to find throughout this innovative compact car. Now, one of my favorite things about the DART is how many different ways you have to customize it. There are actually over 100,000 different combinations, so you can make the DART completely your own. Starting with the profile, you have three different options for door handles. You have body color, black and chrome. Here we'll see the chrome on the limited model over here. You also have... Chrysler, конечно же, выставил свою машину 300C. Ну, как же без нее? Это, в принципе, флагманская модель. Ну, а тут я сижу внутри еще одного Chrysler. Нет. На самом деле нет. Вот таких вот приколов несколько было по всему павильону. Далее был Nissan. Они показали свою новую модель 2013-го модельного года Pathfinder. В США обновленный Pathfinder будет построен. Продаваться с октября этого года. Ну, а пока там в нем все стекла затемненные, и они даже не показывают, что у него внутри. Ну, кроме Pathfinder, они еще представили новую... Новый Nissan Altima. Тоже неплохая машинка. Ну и... Судя по внешнему виду, обновление она так получила... Ну, немалое. И передняя оптика какая-то немножко измененная. И задние фонари какие-то другие. Ну, так... Хорошо стала выглядеть машинка, но она еще больше стала похожа на Nissan Maxima. Раньше они как-то больше отличались, а вот сейчас я уже не вижу такой большой разницы. Единственное, что она идет с меньшим мотором. С меньшим, чем Maxima. Ну, в смысле, по объему. А так выглядит так уже довольно почти одинаково. Еще одна машинка, но это был не Nissan 350Z, а какой-то еще другой. Такая неплохая на вид. Тоже Nissan. Но зайти туда не дали. Далее пробежались по секции Lexus и взглянули на новые AS350 и GS350. По дороге к Infiniti мы остановились посмотреть на новый Bentley Continental GTC 2012 модельного года. Infiniti представила свой новый концепт LE. Судя по тому, что они говорят, машина полностью электрическая. Это, в принципе, то же самое, как Nissan Leaf. Ну, совсем не то же самое. Nissan Leaf это маленькая машинка. Тут машина премиального класса. Но вроде бы полностью электрическая. То есть о бензиновом моторе речи нет. Но я что-то не до конца понял. Это всегда можно почитать в интернете и посмотреть, что к чему. Ну, неплохо так выглядит. Все блестит, конечно. Но это концепт. Это еще... Нет никакой гарантии, что машина именно эта пойдет в массовую сборку. Вообще, и Infiniti тоже я заметил. Все остальные машины, которые не концепты, все были белого цвета. Как у Acura все были черного цвета, а вот у Infiniti все были белые. Кроме еще одной, которая будет сейчас чуть-чуть позже. Остальные все белые. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, тут с первым этажом все. А вот на улице джип устроил покатушки на своих внедорожниках по искусственным препятствиям. Ну, искусственным горкам. Не таким уж прям препятствиям. Но ждать ради этого надо было стоять полчаса в очереди. Поэтому мы решили этим не заниматься, а идти дальше на нижний этаж. Где нас ждали кроссоверы, внедорожники и небольшие пикапы. Ну, а на нижнем этаже традиционно устраиваются покатушки на электрических машинах. Как вот эта вот Chevrolet Volt. Потом вот здесь посерединке стоят два синих Nissan Leaf. Ну и Toyota Prius, на которые тоже кто-то проехал. Но за рулем поехать не дают, а так только пассажирам. Поэтому не очень интересно, честно говоря. Тут последний Ford Escape, Ford Edge, Ford Flex. Но ничего особенного, тоже нового-то не было. Так выставили свой обычный набор. Ну, люди ходят, смотрят. Тоже все равно приятно посмотреть, полазить. Ну, не обошлось, конечно же, без мускул машины. Тут они поставили свой Mustang. А даже напротив него еще и вот в таком перевернутом виде поставили Mustang. Весьма оригинальное решение. Ну, оно привлекает. Toyota, как всегда, выставила здоровенные пикапы. Ну, и разные паркетники. Вот RAV4 здесь стоит. Внизу он и вверху, и внизу. Везде его поставили. Не знаю зачем. Ну, как всегда, было приятно посидеть внутри. Пощупать. Ощутить. Forerunner. Ну, и, конечно же, Toyota Cruzaq. Прелесть автошоу в том, что ты можешь спокойно посмотреть все интересующие тебя модели. Что к тебе не подходят эти продавцы дилерские и не начинают тебе предлагать самую лучшую цену и уговаривать тебя купить машину. Здесь ты просто ходишь и смотришь в свое удовольствие. И тебя никто тут не напрягает. И это главное. Продолжение следует. Ну, а рядом с Toyota и, конечно же, расположилось их детище Lexus. Ну, и модель RX. На мой взгляд, одна из самых успешных моделей Lexus. Эта машина хороша в любом исполнении, любого модельного года. Хоть 2000-го, хоть 2010-го, хоть сегодняшнего. А Nissan выставил здесь свои коммерческие грузовые автомобили, ну, которые, видимо, хорошо для перевозки еды и, наверное, любых грузов. В том числе, я думаю, его можно переоборудовать и в скорую помощь и в любое другое. Больше ничего нового у Nissan не было. Вот, например, Nissan Murano без крыши уже была представлена в прошлом году здесь же. Так что тоже ничего нового. BMW здесь на нижнем этаже выставила только X3 и X5. И больше ничего у них вообще почему-то на этом этаже не было. Mazda привезла свои традиционные CX-7 и CX-9. Неплохие паркетники, красивый дизайн, но единственное, что меня врубает, так это красные лампочки на панели приборов. Вот из-за этого я даже не хочу покупать эту машину, к сожалению. Приятно было взглянуть на легендарную Ди Лорен, машину времени из фильма «Назад в будущее». Я, конечно, видел уже эту машину в одном из музеев Германии, но все равно было приятно увидеть ее снова. А вот рядом выставили такую же машину, но уже переделанную полностью на электрический мотор. Все то же самое, единственное, там вот внутри она немножко отличается. Ну, поставили там кнопочки вместо ручки, сделали ее полностью электрической. А вообще вот сейчас мода пошла на клепание электрических авто. Вот это вот Mitsubishi, тоже какой-то прототип. Тоже по типу Nissan Leaf и других. Машины эти все не могут проехать больше, чем 100 мили, или там 160 километров, если в километрах, на одном заряде. То есть все равно нельзя иметь такую машину одну в семье. Она может быть только, может быть, второй. Но никак не первой и единственной. Ну и последняя, третья часть этой выставки, это секция General Motors, где они показывают свои Cadillac, Buick, Chevrolet, ну и просто брендовые машины JMC. Вот это вот Buick Encore. Это на самом деле тупо перелицованная Opel, какая-то модель Opel. Только не знаю какая, но она, это было даже смешно, она была представлена даже раньше на Лос-Анджелесском автошоу, чем сама модель Opel в Европе. Это, конечно, весело. А вот эта вот называется машина Buick Verano. Это тоже тупо перелицованный Opel Astra. Но продается здесь, в США, под именем Buick Verano. Вот обновленный Buick Enclave, это вроде бы собственная разработка GM. Тут они ничего не слезали, не перелицевали. А вот это еще одна перелицовка Opel, оригинальная Opel Insignia. Ну а здесь, в США, эта машина продается под именем Buick Riegel. А в Канаде эта же машина продается еще под каким-то именем. Тоже Buick, но не Riegel, а что-то еще. Вообще, клоунада какая-то, честное слово. Но машина сама хорошая, так как, в общем-то, корни у нее немецкие. Да и проект весь немецкий. А до какого-то времени она даже собиралась в Германии. Хоть и под именем Buick. Уже несколько лет GM продает машину Chevrolet Spark в разных частях цвета. И вот, наконец, с 2013 года они решили продавать ее, наконец, у себя дома. Ну а дебютом Нью-Йоркского автошоу для Chevrolet стала модель Impala. Аж 2014 модельного года. Представили ее уже в первой половине 2012 года. Странновато, но так вот это делается. Легендарная машина. Модель выпускается с 1966 года. Ну и, конечно же, за эти много лет она неоднократно преобразовывалась, видоизменялась, модернизировалась и становилась все лучше и красивее. И вот, как она выглядит, будет теперь, в ближайшие годы. Ну а рядом в углу стояла оригинальная Chevrolet Impala 1966 года. Конечно, на то время это был шик и блеск. Тут под стеклом они выставили модели разных лет. Ну, показали, как машина постепенно видоизменялась. Она была и в такси. И сегодня, в том числе, она популярна в полиции. Ну и последнее, что я хотел показать, это Chevrolet Camaro. Они ее назвали Camaro Hot Wheels. Не знаю, честно говоря, чем это Hot Wheels отличается от предыдущих моделей. Ну, кому интересно, Google в помощь. Так что, думаю, найти все можно. На этом все. Надеюсь, было интересно. Пока! Наверное, скоро мы ходим разучимся, уже привычка ездить в нас живет. Пройти пешком всего два шага мучиться. Сот километров на авто не в счет. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Мотор, орех, для нас звучит, как музыка, как аромат. Вдыхаем мы бензин. Что нужно, ну? Шоссе полоска узкая. А запчастей заветный магазин. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Для нас автомобили были созданы, но вот пришли иные времена. И день и ночь, мы под машиной ползаем. Мы слушаем ей, чтоб ездила она. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Автомобили, автомобили, автомобили.